Всем привет! Ранее мы рассмотрели современное стрелковое оружие Украины, ссылка в описании. А в этом ролике представлен обзор на стрелковое оружие украинской повстанческой армии УПА. Эта подпольная военная организация в ходе Второй мировой войны являлась боевым крылом организации украинских националистов и сражалась за независимость как с немецкой, так и с советской армиями, а также с польским подпольем и советскими партизанами. Численность бойцов УПА, согласно различным источникам, составляла от 25 до 400 тысяч человек в разные временные периоды. При этом использовалось различное стрелковое оружие, в частности австро-венгерское оружие Первой мировой войны, советское оружие, ставленное при отступлении Красной армии в 1941 году, трофейное польское оружие, ставленное поляками в начале Второй мировой войны, немецкое оружие, добытое в ходе локальных боев с фермахтом, оружие, ставленное немцами при отступлении в 1944 году, а также венгерское оружие, переданное бойцам УПА. Итак, начнем с револьверов и пистолетов. Бойцами украинской повстанческой армии использовались револьверы Нагана. Созданный в Бельгии в 1886 году, он имел калибр 7,62 мм, патрон 7,62х38. Производился в двух модификациях, офицерская модель имела самовзводную СМ двойного действия, а солдатская выпускалась без самовзвода. Емкость барабана 7 патронов, прицельная дальность стрельбы 50 метров. Также командным составом и связистами применялись пистолеты Тульский Токарева ТТ. Созданный в 1933 году, он имеет калибр 7,62 мм, патрон 7,62х25 ТТ. Принцип работы – отдача ствола с коротким ходом. Емкость магазина – 8 патронов, прицельная дальность – 50 метров. Кроме того, применялись немецкие пистолеты Luger P08 Parabellum. Созданный в 1900 году австрийцем Георгом Люгером, пистолет имел калибр 9 мм, патрон 9х19 Parabellum. Принцип работы – шарнирно-рычажная система запирания. Емкость магазина – 8 патронов, прицельная дальность – 50 метров. Ещё одним трофейным немецким пистолетом УПА являлся Вальтер П38. Разработанный в 1936 году, он имел калибр 9 мм, под патрон 9х19 Parabellum и магазин на 8 патронов. Принцип работы – отдача при коротком ходе ствола, УСМ двойного действия, прицельная дальность – 50 метров. Немассово но встречались немецкие пистолеты времён Первой мировой гражданской войны в России Mauser K96. Созданный в 1895 году, он имеет калибр 7,63 мм, патрон 7,63х25 Mauser. Принцип работы – отдача ствола при коротком ходе. В качестве питания использовались встроенные или отъёмные магазины на 6, 10 или 20 патронов, прицельная дальность – 200 метров. Также применялись немецкие пистолеты Вальтер ПП. Разработанный в 1929 году, он имел калибр 7,65 мм. Патрон 32 ECP. Действия автоматики основаны на принципе свободного затвора. Первоначально ПП выпускался под патроны 7,65х17 мм 32 ECP и 9х17 мм 380 ECP. Имел ряд модификаций, самоизвестный из которых компактный Вальтер ППК. Встречались в схронах УПА и другие пистолеты, в частности бельгийские Браунинг 1906, Браунинг 1910, Браунинг Хайпоинт, Австро-Венгерский Штайр М1912, Венгерский ФЕХ 37М, Фромерстоп М1912, Американский Кольт 1903. Далее перейдем к пистолетам-пулеметам. Наиболее часто используемым пистолетом-пулеметом повстанцев являлся пистолет-пулемет-шпаги на ППШ. Принцип работы – свободный затвор, калибр 7,62 мм, патрон 7,62х25 ТТ. Темп стрельбы до 1000 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы до 200 метров. Также часто встречались обрезы ППШ с пистолетной рукояткой вместо приклада, либо в усе без приклада. Наряду с ППШ активно использовались немецкие МП-38 и МП-40. Принцип работы – свободный затвор, калибр 9 мм, патрон 9х19 парабеллум. Скорострельность до 600 выстрелов в минуту, эффективная дальность стрельбы 120 метров. Емкость магазина – 32 патрона, режим стрельбы только автоматический. Всего выпущено около 1,2 млн. различных модификаций пистолетов-пулеметов МП. У повстанцев пользовались популярностью советские пистолеты-пулеметы Судаева ППС. Созданный в 1942 году и модернизированный в 1943, он имел принцип работы – откат свободного затвора под действием отдачи при выстреле. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х25 ТТ. Режим огня только автоматический. Благодаря длинному ходу подвижных частей, ППС имел более низкий темп стрельбы до 700 выстрелов в минуту. Емкость коробчатого секторного магазина – 35 патронов. Всего было выпущено более 46 тысяч пистолетов-пулеметов Судаева. Также бойцами УПА использовались советские пистолеты-пулеметы Дегтярева ППД. Это оружие является первым принятым на вооружение пистолетом-пулеметом Советского Союза. Принцип работы – свободный затвор. Калибр 7,62 мм. Патрон 7,62х25 ТТ. Темп стрельбы до 1000 выстрелов в минуту. В качестве боепитания использовали секторный магазин и емкостью 25 патронов, а также барабанный магазин на 71 патрон. Всего было выпущено более 80 тысяч пистолетов-пулеметов Дегтярева. Не массово, но встречались венгерские пистолеты-пулеметы Кераи 39М и его десантная модификация со складным прикладом 43М. Разработанный в 1930 году венгерским оружейником Паулем Кераи, он имел калибр 9 мм. Патрон 9х24 Маузер. Принцип работы – полусвободный затвор с рычажным замедлением отката. Емкость магазина – 40 патронов. При этом магазины от М39 и М43 не являлись взаимозаменяемыми. Скорострельность до 750 и выстрелов в минуту. Дальность стрельбы – 400 метров. Как и другие партизанские движения, бойцы УПА испытывали нехватку в стрелковом оружии и боеприпасах, а поэтому использовали различное стрелковое оружие, в частности, американские пистолеты-пулеметы Томпсон М1А1, Юнайтед Дефенс М42, немецкие МП-18 и МП-35, польские копии британского Стэна, французский МАС-38, финский СОМИ М-31. И хотя данное оружие применялось повстанцами в единичных экземплярах, в историческом ракурсе это довольно интересная информация. Кроме того, на начальном этапе создания УПА из-за нехватки оружия использовались гладкоствольные ружья и обрезы. Далее рассмотрим винтовки. Основной болтовой винтовкой повстанческой армии являлась советская винтовка Мосина, а также и польские аналоги, переделанные под немецкий патрон 7,92 мм. Созданная в 1891 году оружейным конструктором Мосиным с учетом бельгийской системы Нагана, эта винтовка имеет калибр 7,62 мм, патрон 7,62х54, Принцип работы – продольно скользящий затвор, вид боепитания – неотъемный магазин на 5 патронов с наряжаемой обоймами, дальность стрельбы 800 м. Также применялись немецкие карабины Mauser 98K. Принцип работы – продольно скользящий затвор, калибр 7,92 мм, патрон 7,92х57, длина ствола 600 мм, скорострельность 15 выстрелов в минуту, Емкость магазина – 5 патронов, прицельная дальность 800 м. Отдельные бойцы УПА использовали австро-венгерские винтовки Манлихером 18,95. Эта магазинная винтовка была разработана австрийским инженером Фердинандом Манлихером и принята на вооружение армии Австро-Венгрии в 1895 году. Калибр 8 мм, патрон 8х56 мм, принцип работы – продольно скользящий затвор прямого действия. Неотъемный магазин снаряжался пачкой на 5 патронов, эффективная дальность стрельбы 800 м. Основной полуавтоматической винтовкой УПА являлась самозарядная винтовка Токарева СВТ-образца 1938 и 1940 годов. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х54, принцип работы – отвод пороховых газов, запирание перекосом затвора. Емкость магазина – 10 патронов, эффективная дальность стрельбы 400 м, максимальная – 800 метров. Также отдельными бойцами украинской повстанческой армии использовалась немецкая самозарядная винтовка Гейвер-41, её модификация – Гейвер-43. Калибр 7,92 мм, патрон 7,92х57, принцип работы – отвод пороховых газов через неподвижный надульник, запирание раздвижными боевыми упорами. Емкость неотъемного магазина – 10 патронов, скорострельность – 20 выстрелов в минуту, прицельная дальность – 800 метров. Ещё одной немецкой винтовкой, которой вооружались бойцы УПА, являлся Штурм Гейвер, либо СТГ-44. Разработанная в 1944 году Хога Шмайсером, эта штурмовая винтовка имела калибр 7,92 мм, патрон 7,92х33. Принцип работы – автоматика газоотводного типа с отводом пороховых газов через отверстия в стенке ствола. Запирание канала ствола осуществляется подъем перекоса затвора. Емкость секторного магазина – 30 патронов, скорострельность – 600 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы – 600 метров. Всего до окончания войны было выпущено около 440 тысяч экземпляров СТГ-44. И хотя для повстанцев данная винтовка была малодоступной, в отличие от тех же СВТ, её наличие подтверждается многочисленными фотографиями и документальными свидетельствами. Кроме СТГ-44 в УПА также встречалась разработка компании Хенель МКБ-42, но особого распространения эта штурмовая винтовка не получила. Далее перейдём к пулемётам. Основным ручным пулемётом повстанцев являлся советский пехотный пулемёт Дегтярёва ДП, его модификация 1944 года ДПМ. Разработанный в 1928 году, он имел принцип работы отвод пороховых газов, запирание раздвижными боевыми упорами. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х54. Съёмный ствол частично закрыт защитным кожухом и оснащён коническим пламегасителем. В качестве питания использовался плоский дисковый магазин на 47 патронов, расположенный в верхней части оружия. Режим огня только автоматический, темп стрельбы до 600 выстрелов в минуту, прицельная дальность 800 метров. Ещё одним лёгким пулемётом, который можно было встретить у бойцов УПА, являлся пулемёт Максима Токарева МТ. Созданный в 1925 году на основе пулемёта Максима образца 1910 года, он имел калибр 7,62 мм, патрон 7,62х54. Принцип работы – отдача ствола с коротким ходом и эффективная дальность стрельбы 600 метров. Вид боепитания – холщовая лента на 100 и 250 патронов. Также использовались немецкие пулемёты МГ-34. До 1942 года МГ-34 официально являлся основным пулемётом пехоты и танковых войск Германии. Принцип работы – отдача ствола с коротким ходом, поворотный затвор, калибр 7,92 мм, патрон 7,92х57. В качестве боепитания использовались ленты ёмкостью 50 или 250 патронов, а также дисковый магазин на 75 патронов. Скорострельность – 900 выстрелов в минуту, эффективная дальность стрельбы – 600 метров. Наряду с МГ-34 применялся также единый немецкий пулемёт МГ-42. Принцип работы – короткий ход ствола, роликовое запирание. Калибр 7,92 мм, патрон 7,92х57. В качестве боепитания использовалась пулемётная лента на 50 или 250 патронов. Темп стрельбы пулемёта до 1,5 мм, прицельная дальность – 1000 метров. Всего выпущено не менее 400 тысяч единиц пулемёта в МГ-42. С подбитых танков снимались танковые пулемёты ДТ. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х54. Принцип работы – отвод пороховых газов, запирания раздвижными боевыми упорами. Емкость магазина – 63 патрона, темп стрельбы – 600 выстрелов в минуту, прицельная дальность – 800 метров. Также на вооружении повстанцев состоял венгерский пулемёт Салатурн-31М, он же австро-швейцарский МГ-30. Разработанный в 1930 году, он имел принцип действия автоматики использования энергии отдачи при коротком ходе ствола. Калибр 8 мм, патрон 8х56. Питание пулемёта производилось из отъёмного секторного магазина на 25 патронов. Скорострельность – 600 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы – 800 метров. Ещё одним пулемётом, использующимся повстанческой армии, являлся чехословакский ЗБВЗ-30. Этот ручной пулемёт был принят на вооружение Чехословакии в 1930 году и в дальнейшем состоял на вооружении 24 стран мира. Принцип работы – отвод пороховых газов, перекос затвора. Калибр 7,92 мм, патрон 7,92х57. Вид боепитания – магазин на 20 патронов, расположенные в верхней части оружия. Скорострельность – 600 выстрелов в минуту, прицельная дальность до 1600 метров. Также применялись и другие пулемёты, в частности, советский станковый пулемёт «Максима», польский РКМ ВЗ-28, и ЦК МВЗ-30, австро-венгирские Шварцлозы, немецкий МГ-08-15, МГ-13 и МГ-08. На сегодняшний день есть данные об использовании УПА в ходе боевых действий противотанковых ружей Симонова ПТРС и немецких фаустпатронов, но это скорее единичные случаи, а не массовое применение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите другие видео про стрелковое оружие Германии во Второй мировой войне и оружие советских партизан. Нажимайте на колокольчик возле подписки. Всем пока!